Селение Ашт всегда славилось кузнецами. Перезвон молотков и наковальни стихает здесь только ночью. Почти каждый мужчина владеет этим ремеслом. Здесь целые улицы потомственных мастеров кузнечного дела. Гухуна, Сарибазор, Ханакох, Баланди, Устойон. Многие известные кузнецы Таджикистана, Узбекистана, Казахстана вышли именно из этого селения. Благодаря ремеслу они востребованы и в других странах. С кузнечным делом знаком даже самый маленький ребенок. Железо куют все, даже те, у кого есть высшее образование или другое ремесло. В кузнечном традиция Машта более 400 лет. Один из ярких представителей династии кузнецов в восьмом поколении – мастер Махмад Али. Он может сделать все – от мотыги до подковы. Для владения нашим искусством не нужны специальные книги. Главное, чтобы была тяга к этому делу – терпение и любовь. Железе находит воплощение нашей фантазии, нашей мысли. Никто из нас не заставляет детей стать кузнецами. Они сами проявляют такое желание. Звон железа воодушевляет их. Крепость Афрасиаб – цитадель древнего города. По преданию, легендарный кузнец Кува именно здесь нашел железо и стал мастером. Сегодня эти стены – молчаливые свидетели славного прошлого. Перед тем, как начать свое дело, кузнецы осваивали эти земли, занимались поиском железа. Добыв металл, приносили вселение и делали орудия для обработки земли. На уголь шло тутовое дерево, ковали и оружие для защиты края. Кузнецов – десятки, если не сотни. И у каждого свой почерк, свой стиль. Местность цари Бозор славится большим рынком. Раз в неделю сюда съезжаются ремесленники. Народ приезжает за покупками, а заодно подковать и лошадей, и ослов. Начало весны и осени – хороший сезон для продажи лопат, мотык и других изделий труда. Даже из соседних республик приезжают. В прежние времена люди передвигались на лошадях, ослах, меблюдах, а в очереди за подковами стояли ночами. Возможность остановиться была только здесь. Тогда у ремесленников не было времени даже спину разогнуть. Кузнецы из Афросиаба известны и в местности Устайон. Здесь живут потомки тех мастеров. Они проводят специальные выставки товаров, делятся опытом. Народ помнит о славных традициях и сегодня. Был такой обычай. Кто выпускал ученика, устраивал праздник, накрывали стол. Как наставник провожал юного мастера и благословлял его на самостоятельный путь. Без этого обряда школа кузнечного дела считалась неоконченной. Ремесло было и любимым делом, и главным источником дохода. Для Махмад Али железо не просто металл. Он видит в нем изделие, над которым надо славно потрудиться. Заряд энергии должен быть на целый день. Сегодня все, что мы имеем, получено благодаря этому ремеслу. Мы не дожидаемся заработной платы месяцами. Сделаем китмень, лопату, продадим, и деньги в доме есть. Мы ценим каждый кусок металла, потому что это наш хлеб. Хороший кузнец никогда не останется голодным, если не будет лениться, говорят мастера. Ковать железо надо только, пока оно горячо.